Сегодня в рамках челленджа «Медитация каждый день» мы обсуждаем позы для медитации. И хочу зачитать вам небольшой фрагмент из книги «Радостная мудрость» Пенгеменгири Ринпачен. В раннем детстве я любила подглядывать за отцом и его учениками, особенно когда они медитировали. Тесное помещение с деревянными балками, где учил отец, было полно ощущения глубокого покоя. Я заметила, что большинство людей сидели определенным образом, ноги скрещены, руки лежат на коленях или на бедрах, спина прямая, глаза полузакрыты, а рот слегка приоткрыт. Когда я сбегал в горы, в одну из пещер, и делал вид, что медитирую, я старался подражать этой позе, хотя я не понимала, зачем нужно сидеть тем или иным образом. Однако, когда я начал получать формальное образование, меня познакомили с примером, который из поколения в поколение передавался в Тибете буддийскими учителями. В нем практика медитации сравнивается со взаимоотношениями коня и всадника. Всадник – это ум, а конь – это тело. Как невозмутимый всадник может успокаивать норовистого скакуна, так и смирный конь тоже может умиротворить беспокойного всадника. Когда мы впервые начинаем медитировать, он похож на беспокойного всадника. Иногда он возбужден, в нем мечутся разные мысли, эмоции, ощущения. Подчас он настолько переполнен всеми этими метаниями, что тупеет, теряет способность сосредотачиваться. Поэтому важно особенно поначалу садиться так, чтобы вы чувствовали себя комфортно, то есть на спокойного коня. Принимать позу, которая будет одновременно расслабленной и подтянутой. Слишком много расслабленности, и конь будет просто останавливаться. Он будет заниматься, так скажем, щипанием травы. Слишком много подтянутости, и конь может перевозбудиться от окружающей его обстановки. Или из-за настроения, темперамента всадника. Нам необходимо найти физическое равновесие, не слишком расслаблено, не слишком натянуто. Прежде чем скакать на коне, необходимо его обуздать. Есть официальный метод обуздания и менее формальный. Официальный метод называется как «семь особенностей позы тела». На протяжении столетий эту позу называли позой варачаны, имеющей семь особенностей. Варачана – санскритское имя, которое можно приблизительно перевести как «светоч» или «солнце». Что подразумевает наша способность просиять, скорее в плане переживания, а не идей или представлений. Первая особенность подразумевает, что нужна твердая основа или якорь, которая соединяет вас с местом, где вы практикуете, и задает правильное положение остальной части тела. Если можете, скрестите ноги так, чтобы обе стопы лежали на противоположных бедрах. Если не можете, то пусть одна стопа лежит поверх другой, а другая под противоположным бедром. Если и это для вас трудно, просто скрестите ноги. Если сидеть, скрестив ноги на полу или на подушке, трудно, то просто сядьте так, чтобы стопы опирались на пол или подушку равномерно. Цель в том, чтобы обеспечить физическую опору, которая была бы одновременно удобной и устойчивой именно для вас. Вторая особенность заключается в том, чтобы положить кисти рук на бедра, одну поверх другой, тыльной стороной вниз. Не имеет значения, какая рука будет сверху, и вы можете менять их положение когда угодно. Например, если вы практикуете в теплом и влажном помещении, нижняя ладонь может через некоторое время слишком нагреться и спотеть. Если вы сидите в холодном месте, в верхней ладони может появиться небольшое ощущение онемения или покалывания. Также допустимо просто положить ладони на коленные чашечки. Третья особенность в том, чтобы оставить некоторое пространство между руками в верхней части туловища. Для чего нужно чуть поднять и расправить плечи? Во многих классических буддийских текстах эта особенность описывается так. Поднять плечи, чтобы они напоминали крылья грифа. Это описание часто понимают неверно. Будто плечи нужно поднять до ушей. На самом деле сохранять такую напряженную позу было бы слишком трудно. Особенно людям с полными или мускулистыми руками. Расположенными очень близко к телу. Суть третьей особенности просто в том, чтобы вы позволили себе дышать. Это можно понять в буквальном смысле, как способность делать вдохи и выдохи. И в переносном смысле, как способность принимать в себя переживания и отпускать его. Четвертая особенность заключается в том, чтобы держать спину как можно более прямой. И это высшее физическое выражение бдительности. Но и здесь нужно знать миру. Не слишком жестко сохранять осанку, так что вы практически отклоняетесь назад, не сутулиться. Вам нужно быть, как говорится в классических текстах, прямым как стрела. Пятая особенность касается шеи. Много лет давая учения по всему миру, я заметила, что в культуре некоторых народов появились какие-то странные привычки, касающиеся именно этой особенности. Азиатские ученики склонны силой прижимать подбородок к груди, хмурясь от напряжения и пытаясь удерживать все внутри. Они выглядят как воины медитации, не допускающие, чтобы хоть одна мысль потревожила их ум. В западной же практике склонны наклонять шею назад, чуть ли не упираясь затылком в плечи, выставляя горло и широко улыбаясь, словно объявляя миру. Я так умиротворен и расслаблен. У меня такое ясное переживание, такое радостное, полное блаженство. Тибетцы, в том числе и ясам, наклоняют голову то в одну сторону, то в другую, так что вся верхняя часть туловища раскачивается, то право, то налево, как бы не находя удобного положения. На самом деле следует удлинить шею, наклонив подбородок вперед, к горлу, немного больше, чем обычно, чтобы предоставить себе свободу движений. Это ощущение можно написать так. Голова просто покоится на шее. Шестая особенность касается рта и всего, что с ним связано. Губ, зубов, языка, челюстей. Если присмотреться, можно в себе заметить склонность тесно смыкать губы, зубы, челюсти, прижимать язык. Я никоим образом не допущу, чтобы что-то входило или выходило без моего разрешения. Это не значит, что нам нужно насильно удерживать рот открытым, думая, теперь я обрел покой, теперь я буду открыт. И то, и другое подразумевает напряжение. Вместо того мы можем просто оставить рот в естественном состоянии, в каком он находится, когда мы вот-вот заснем. Возможно, он чуть приоткрыт или полностью закрыт, но в любом случае безо всякого усилия напряжения. Последняя семя особенность касается глаз. Новичкам в медитации иногда кажется более легким ощутить покой и уравновешенность, если глаза закрыты. Это хорошо поначалу. Однако я очень рано узнал одну вещь. Держа глаза закрытыми, легче впасть в такое состояние расслабленности, что он начинает блуждать или несколько затуманивается. Некоторые же просто засыпают. Так что через несколько дней практики нужно лучше держать глаза открытыми, чтобы сохранить внимательность и ясность. Это не значит, что нужно уставиться перед собой не мигающим взглядом. Это было бы противоположной крайностью, излишним напряжением. Точно так же, как при чрезмерной прямой спине, когда шея отлоняется назад. Просто оставьте глаза открытыми, какими они бывают в течение дня. И вот тоже важный момент. Существует также сокращенная поза с двумя особенностями, которые можно принимать иногда в том случае, когда неудобно. Например, когда вы за рулем готовите обед, делаете покупки в магазине или физически не можете принять более формальную позу с семью характеристиками. Итак, эти особенности просты. Держите спину прямой, а мышцы расслабленными. Как и поза с семью особенностями, вариант с двумя особенностями помогает установить равновесие между расслаблением и насторожностью. Не излишнее раскрепощение, не напряженность. Нечто посередине. И теперь, чтобы закрепить эту информацию, предлагаю всем в комментариях написать, что вы запомнили из семи характеристик. Как вы это запомнили, перечислите их, пожалуйста. И какие две характеристики положения тела, если мы не можем держать эту позу в полном варианте. Жду ваших комментариев и успехов в практике сегодня.